Так, значит, мы рассмотрели статическую картину популяции с упором на изменчивость. На самом деле надо это как-то мотивировать, но мотивировать это несложно, потому что... Почему нас интересует изменчивость? Потому что вообще сама необходимость рассматривать популяции возникает из-за того, что для нас принципиально важен отбор. А отбор действует только когда есть какое-то разнообразие. Если бы все были совершенно одинаковые, то никакого отбора бы не было. И поэтому нас интересует, прежде всего, наследуемая изменчивость популяции, каковую мы, значит, и рассматривали на уровне генотипов и на уровне фенотипов. Вот, это все хорошо, но мы совершенно не задавались вопросом, каким образом популяции приходят к такому изменчивому состоянию. То есть рассматривали временной фрез, не зная ни прошлого, ни будущего. А теперь, значит, самый момент перейти к динамике, то есть, собственно, к эволюции популяции, к микроэволюции. Вот чем мы сейчас и займемся. И можно это делать по-разному, но мне нравится рассматривать, значит, вот, так сказать, элементарные факторы микроэволюции. Тоже можно вести всякие, до некоторой степени, схоластические споры о том, какие факторы микроэволюции, значит, существуют, но такой список мутаций отбор, способ размножения, структуру популяции и дрейф, это такой хороший разумный список. Вот, и, естественно, сначала рассмотреть эти факторы по отдельности. То есть, можно представлять себе популяцию такую тупую, в которой вообще ничего не происходит. Популяция из бесконечно большого числа особей, в которой ожидаемое количество потомков каждого генотипа одно и то же. То есть, в ней нет дрейфа, в ней нет отбора, в которой никто не мутирует. Вся эта популяция состоит из особей одинакового возраста, сидящего в одной географической точке и размножается бесполым путем. Вот такая вот тупая популяция, в которой вообще ничего не происходит. А теперь мы будем ее, значит, усложнять, сначала вводя факторы микроэволюции по одному. Ну и вот давайте начнем с мутационного процесса. Значит, добавим мутационный процесс и посмотрим, что с такой, как это, бесполой, безотборной, бездрейфовой и не структурированной популяцией, что с ней мутации будут делать. Значит, тут есть у меня куча всяких рассуждений о биологии мутационного процесса. Я даже не знаю. Вы, наверное, все это знаете. Вы все знаете про мутационный процесс? Кто-нибудь может сказать, что известно про мутационный процесс? Как-то все загрустили, ужасно. А? Где он происходит? Как он происходит? Где и как, и зачем, и почему? Ну, мутагенов это жестко. Либо, да, мутационный процесс это либо ошибка репликации, либо ошибка репарации. Ну, еще могут быть ошибки рекомбинации. Вот. Мутагены, видимо, отвечают за небольшую долю мутационного процесса. Ну, в смысле, такие, так сказать, внешние мутагены. Если бы радиации совсем не было, то скорость мутирования там упала бы на 1%. А Господь наш Будда сказал, что все составленное из частей разрушается. И, соответственно, вот так оно и происходит. И когда полимераза, значит, удваивает ДНК, то она не может действовать безошибочно. Если попытаться частоту ошибок свести к нулю, то, соответственно, цена процесса репликации в смысле энергии, затраченной в смысле времени, затраченного, устремится к бесконечности. Вот. И все знают, что когда хорошая репликативная полимераза присобачивает нуклеотид, она тут же его пытается оторвать. Замечательно. Значит, это вы все знаете. Вот. Ну, и давайте я это все к чертям собачьим припущу, потому что иначе у нас еще много всяких других полезных вещей. Значит, про биологию эмоционного процесса я считаю, что вы все знаете. Вот. Значит, да, вот она пытается его оторвать. Ну, совсем все-таки коротко. Значит, четыре есть этапа, четыре, как это, механизма последовательно действующих, которые обеспечивают точность репликации. Значит, во-первых, это сам пул дедоксия тринуклеотидов, трифосфорилированных нуклеотидов, которые, значит, полимераза будет использоваться. Он постоянно модифицируется, и там всякие ферменты, значит, убирают неправильные нуклеотиды. Во-вторых, приделывание нуклеотида зависит вовсе не от вот санкрикской комплементарности, которая может обеспечить там селективность только там 99%. А полимераза – это такой большой, значит, белок, она, значит, смотрит, что она делает. А в-третьих, значит, приделанный нуклеотид она сразу пытается оторвать, и почти всегда оторвет неправильно приделанный нуклеотид, но еще она, с вероятностью, там, 30% оторвет и правильно приделанный нуклеотид тоже. Так что эта борьба за точность, так сказать, обходится в некую цену. И, наконец, даже если репрессома сделала ошибку, то ошибка репликации – это же еще не мутация. На старой нити все хорошо, на новой присобачена неправильная буква или, там, дополнительная буква. И возникает мисмэч, как будет по-русски мисмэч, несовпадение между нитями. И за репрессомой ползет система этой самой репарации вот этих вот несовпадений, которую здесь, на самом деле, можно рассматривать как часть механизма еще репликации, она, так сказать, физически связана с репрессомой, как недавно было показано. И это, значит, система обработки несовпадений должна понимать, какая нить старая и правильная, какая нить новая и неправильная. У бактерии она смотрит на метилирование, на что она смотрит, а рукой рот вообще никто не знает. Но на что-то она там смотрит, и, значит, в результате она практически всегда чинит новую нить по старой, а не наоборот. И только, значит, если все эти четыре линии обороны не сработали, значит, вот тогда возникает мутация. Возникает мутация, и вероятность того, что все эти четыре линии обороны не сработают, где-то примерно 10 минус десятый. Так что, значит, мутации у нас возникают на репликацию с абсолютно, так сказать, ну, неприлично низкой частотой. Ну, и все знают про РНК-вирусов, у которых нет ни mismatch repair, ни вот этой вот редактирующей 5,4-3,4-экзоноклиазной активности. Есть одна группа РНК-вирусов, у которых вот этот самый proofreading activity есть. Это коронавирусы, но обычно членковых вирусов это ничего нет. Так, хорошо, это вы все знаете. Значит, это я здесь изобразил 100-500 разных способов, которыми ДНК может быть повреждена. И дальше все эти повреждения репарируются разными ужасными механизмами. И там, base excision, direct reversal, nucleotide excision, crosslink, значит, двойные, в общем, ужасное количество разных механизмов, которые между собой взаимосвязаны. И механизмы эти, значит, тоже могут давать сбои. И тогда возникает мутация. Надо четко понимать отличие между повреждением ДНК и мутацией. Повреждение – это когда, собственно, поврежденная ДНК, так сказать, ДНК уже не является, а является, так сказать, химически неправильной ДНК. А мутантная ДНК – это такая же хорошая ДНК, как и до мутации, только с измененной последовательностью нуклеотиды. Вот. И мутацию всегда нужно доделывать. Не возникает сразу мутация. Возникает какое-то повреждение. Можно подразделять повреждения ДНК на мягкие и жесткие. Мягкие – это когда каждая нить сама по себе в порядке, но только они не совпадают, так сказать, имеют место мессмечные совпадения. А жесткие – когда, значит, сами по себе нити не в порядке. Вот. Значит, это вы все знаете. А вот история, которая чуть-чуть менее известна. Значит, у многоклеточных организмов очень часто мутации приходят в виде кластеров. Ну, понятно, почему. Если в зародышевом пути мутация возникла рано, то не одна гомета будет мутантная, значит, а существенная доля гомет будет мутантная. И, соответственно, в потомстве такого организма, у которого в зародышевом пути мутация возникла рано, в потомстве такого организма мы будем наблюдать кластер мутации. Вот. А это, значит, вот здесь нарисовано, душевизоляющая картина, здесь вот возникла мутация в зародышевом пути и возникла столь. А есть еще совсем забавная ситуация, когда это единственный случай, когда для нас важно, что для генетика важно, что ДНК это двойная спираль. Обычно какая нам разница? Мы пишем там одну нить и вторая нить по ней восстанавливается. Но если обработать муху мутагеном, этилметансульфанатом, прямо перед спариванием, обрабатываешь самца, не обрабатываешься, даешь ему пить воду с этилметансульфанатом, а больше ничего не даешь. Вот она ее и пьет. Вот. И потом сразу запускаешь его спариваться. То может произойти оплодотворение сперматозоидом, у которого имеет место нерепарированное несовпадение. То есть в старой нити А, а в новой нити не Т, а Г. Потому что, значит, вот этилметансульфанат помешал репрессами сделать ее работу. И дальше иногда оказывается, что яйцеклетка, первое деление дробления происходит до того, как этот самый мисмэч будет починен. И тогда понятно, что происходит. Если мы реплицируем ДНК, в который был мисмэч, то у меня получится одна последовательность новая, мысли старая, и вторая последовательность мутантная. У меня получится две молекулы, одна, значит, старая, хорошая и одна мутантная. Так что вот это, если мы хотим безо всяких дополнительных действий получить мутацию за счет ошибки репликации, то нам нужно подождать до следующей репликации, после чего у меня получится одна последовательность немутантная и одна последовательность мутантная. Вот. И, соответственно, ну, например, у меня имеет место самка Уайт, а, значит, я ее скрещиваю самцом дикого типа, но у него тоже возникла мутация Уайт вот такая вот. Вот она здесь нарисована, половинка красного, половинка белая. И если произошла такая ужасная вещь, оплодотворение с приматозоидом, в который сидит нерепарированное несовпадение, то у меня получится мозаики 50 на 50. У нее один глаз будет красный, один глаз будет белый. Она будет на тебя смотреть и думать, какие же вы все суки. Потому что, вот, это, значит, такая ужасная картина, мне нужна фотография у таких мозаиков, я в свое время немало их видел и не сфотографировал, а сейчас не могу найти фотографию. Значит, вот, это единственная ситуация, когда для transmission genetics, для генетики передачи информации, важно, что ДНК двунетевая, потому что две нити несут разную информацию. Ну, хорошо, это такой курьез. Да, а вот важный момент, еще третий механизм мутации, это незаконная рекомбинация. Незаконная, в смысле, когда рекомбинируют не ортологи, а черт знает что. Но совсем черт знает что обычно не рекомбинируют, а рекомбинируют все-таки, когда есть локальная сходство последовательности. Но вот самый простой случай, когда имеет место тандемный повтор. Вот у меня, вот у меня, как-то я по-китайски нарисовал, здесь надо было второй нарисовать. Погодите, вы и так все понимаете, ну дайте я нарисую, чтобы было честно. Вот у меня на небольшом расстоянии друг от друга две очень похожие последовательности. Значит, это мамкина ДНК, это папкина. Значит, это ортологи, это ортологи, а это парологи. И представим себе, что у меня рекомбинация произошла не как надо, то есть не здесь и не здесь, а произошла она вот так вот. И тогда у меня возникнут две рекомбинантные хромосомы. В одной промежуток выброшен, то есть она вот так вот и дальше сразу вот так вот. А во второй промежуток дуплицирован, вот так вот, потом и потом вот так вот. Понятно, да? Вот. Есть еще огромное количество разных механизмов всякой ерунды, которые, значит, могут происходить за счет такой вот незаконной комбинации. Комбинации не между ортологами, а между парологами. Но вот возникновение делеца и дупликации, это простейшая ситуация, может возникать еще много чего. Вот. И это очень важно, большая доля больших мутаций. Помните, мы говорили о больших полиморфизмах вчера, когда в одной хромосоме выпало 100 тысяч букв подряд, или дуплицировалось 100 тысяч букв подряд. Вот такие большие полиморфизмы возникают за счет больших мутаций. И большая доля больших мутаций возникает за счет вот такой вот незаконной комбинации между парологичными повторами. А геном человека, как вы знаете, набит такими повторами. Так, значит, это еще одна грустная история. Да. Так, роль промутации, промутации, ну давайте два слова на эту тему демагогии. Как всегда, все понимал дедушка Дарвин. Как это, значит, возможности отбора полностью зависят от изменчивости, значит, этих самых живых организмов. Вот. Значит, если бы не было мутации, не было бы изменчивости, и, соответственно, отбор бы, не было бы отбора, не было бы вообще ничего. Вот. Это-то понятно, но удивительным образом, по крайней мере, у таких организмов, как млекопитающие, у которых геном здоровенный и набит всякое дряние, большая часть мутации, видимо, нейтрально, то есть ни на что не влияет, ну там, в разумной степени. Не бывает, чтобы совсем не влияло. Но если у меня там в середине длинного интерона буква заменить на букву Г, видимо, действительно, так сказать, влияние этого на мой фенотип абсолютно ничтожно и пренебрежимо. Вот. Что еще более огорчительно, то, что если взять только те мутации, которые на что-то влияют, видимо, значительный их большинство просто безусловно вредны. Но, в общем-то, странного этого нету, поскольку наш геном является продуктом 3,5 миллиардов лет эволюции, и если бы он был совсем неподходящий, то мы бы померли. И поэтому, когда мы берем, в общем-то, работающие вещи, случайно ее меняем, то если это изменение на что-то влияет, оно, скорее, будет плохим, а не хорошим. Так что, то, что могут возникать полезные мутации, это совершенно удивительное свойство. Ну, представьте себе, там, не знаю, «Войну и мир». Вот написал дедушка Толстой, ну, хороший человек, там, Толстой не умел писать по-русски, «Войну и мир», безусловно, так сказать, хороший редактор. Ну, не знаю, ну, кто там умел писать по-русски? Пушкин, там, Евгений Онегин. Как это? И попробуйте, меняя буквы в Евгении Онегина, в Онегине, ну, даже целые слова, получить по-русски без га. А у вас это не получится. Вот. А тут, то есть, все мутации, которые вы внесете в Евгении Онегина, будут вредными. А почему-то, почему-то, вот можно взять там обезьяну, поменять в ней отдельные буквы и получить человека, причем, ну, то же самое можно сделать с Евгением Онегином, но все промежуточные состояния между Евгением Онегином и поэмом без героя будет всякая ерунда. А тут все промежуточные состояния тоже вполне-то неспособны организмам. Почему это так? Так, это, опять-таки, свойство адаптивных ландшафтов, но почему адаптивные ландшафты стоят таким образом, понятия не имею. Вот. Хорошо. Да. Значит, дальше очень интересный вопрос, который я хотел бы разобрать подробно, но я не уверен, что у нас будет время. Такой философский вопрос. Значит, ясно, что законы физики запрещают абсолютную точность, чего бы то ни было, и поэтому какая-то доля мутации неизбежна. Но давайте поставим мысленный эксперимент. Давайте представим себе, что законы физики у нас такие, что можно свести вероятность ошибок к нулю. Тогда это произойдет или нет? То есть, можно сказать так, скорость мутации, она минимально возможная, минимально совместимая, так сказать, физическими ограничениями, или она какая-то оптимальная? Но в какой ситуации эволюция будет стремиться создать какую-то ненулевую скорость мутации, независимо от всякой физики? В ситуации, когда существенная доля мутаций полезна. И этот спор в 30-е годы еще возник. Дубинин утверждал, что скорость мутации оптимальна, что для эволюции нужны полезные мутации, поэтому скорость мутации является компромиссом между полезными и вредными. А Стартованд утверждал, что скорость мутации минимальна. Говорит, мутация это ошибки, и ошибки всегда будут, так сказать, несчастные случаи всегда будут происходить. И никакого отбора не на любую скорость мутации нет, потому что вредных мутаций всегда гораздо больше, чем полезных. А отбор, он такой тупой, он не умеет думать надолго вперед. Может быть, мне сейчас надо перетерпеть вредные мутации, и тогда через миллион лет будет очередной ледниковый период, и мои правнучки к нему смогут приспособиться. Так вот, отбор так думать не умеет. Он такой тупой и жадный, и пытается улучшить то, что произойдет прямо сейчас. И мы до сих пор, на самом деле, ответа не знаем. Но ученые в моем лице верят в минимальную скорость мутации. Я думаю, что вредных мутаций во столько раз больше, чем полезных, что скорость мутации минимальная. Хотя, черт его знает, у бактерий, помещенных в новые условия, часто наблюдают возникновение гена мутатора, потому что, если появилась бактерия, которая мутирует из-за какой-нибудь ошибки полимераза быстрее, то вероятность, что именно в этом геноме возникнет мутация, которая позволит бактерии адаптироваться к новым условиям больше. И, соответственно, этот мутатор может распространиться. Ну, а дальше скорость мутации снова начнет падать, потому что ты уже адаптировался, и, значит, и мутировать тебе больше вредно. Так что про бактерии я не знаю, но я практически уверен про многоклеточных организмов. Вот из каких соображений. У нас у многоклеточных мутации могут в зародышевом пути быть, джермлайна, могут быть, значит, соматические мутации. Так вот, соматические мутации – это совсем плохо. Соматические мутации – это рак. Требуется обычно сломать тоже несколько линий обороны. Несколько существенных мутаций должны возникнуть клеткой, прежде чем она станет раковой клеткой и тебя убьет. Но недавно вышла очень забавная работа – вероятность появления раков в той или иной ткани очень сильно скоррелирована просто тупо с тем, как часто в этой ткани делятся клетки. Так что мутации, приводящие к раку, – это просто ошибки полимераза, по всей видимости. Вот. И поэтому уж ясно, что скорость соматических мутаций подвергается отбору вниз. Мы не хотим никаких соматических мутаций, потому что мы от них помарем. Вот. Но когда сравнивают скорость мутаций наших соматических и наших мутаций джермлайн, оказывается, что в джермлайне скорость мутации еще ниже. То есть никаких следов какого бы то ни было отбора на ненулевую скорость мутации мы не видим. Я думаю, что наша скорость мутации минимальна. Про соматические мутации я чуть-чуть соврал. Есть исключения. Какое исключение? Когда человеческий, ну и вообще там организм позвоночного хочет соматических мутаций. Когда он что делает? В иммунной системе, конечно. Генерация разнообразия лимфоцитов. Там происходит всякая хитрая комбинация и плюс туда коррутируется неточная полимераза. Это, если я не ошибаюсь, которая начинает лепить мутации с дикой совершенно силой. Но этот ужасный процесс очень жестко ограничен в очень маленьком месте. Там работает соответствующая сигнализация и вместо хорошей репрессомы с полимеразами дельта-эпсилумом рекрутируется левая полимераза, не левая, но, так сказать, такая неточная, которая начинает там геройствовать и вставляет туда черное что. То есть, если организм хочет мутации, он их может произвести соматических. Но это вещь настолько, так сказать, мощная и настолько вредная, что организм чрезвычайно аккуратно за этим следит. И эта вредная полимераза работает только вот очень редко. Там на самом деле еще есть хитрости. Там, видимо, все не так. Сейчас говорят, что из-за коллизии между репликацией и репарацией примерно 1% репликации у нас осуществляется полимеразой бета, у которой нет редактирующей активности. Это все это молекулярное удостоверение, которое можно до бесконечности рассматривать. Значит, никто не знает, скорость мутации минимальна или оптимальна, но это вот такой хороший способ думать об этом. Я думаю, что, по крайней мере, многократно скорость мутации близка к минимальному. Тут еще очень интересен такой совершенно разный взгляд на вещи людей, занимающихся медицинской генетикой, занимающихся эволюционной генетикой. Если вы доктор, то самое, так сказать, последнее, чего вы хотите для вашего пациента, это чтобы у него были еще мутации. С точки зрения медицины, мутация – это абсолютное зло. Как это там девушка выходит замуж и пожелать ей, чтобы твой первый ребеночек был мутантом, как это никому в голову не пойдет. Вот. А эволюция зависит от полезных мутаций. И то, что там 99% мутаций вредные, ну и черт бы с ними. Их отрицательный отбор сожрет. А зато один полезный мутант потом процветет. Так что на малых временах мутации, безусловно, вредные, а на больших временах они, так сказать, являются абсолютно необходимым фактором микроэволюции. Вот такой вот парадокс. Так. Теперь классификация мутации. Это вся достоевщина вам уже известна, потому что мы ее разбирали вчера в контексте полиморфизмов. Мы говорили о полиморфизмах. И вот какие полиморфизмы бывают? Однонуклеотидные, дилеционные, вставочные. Значит, и вот то, что мы говорили, полностью применимые здесь. На самом деле нет. Есть небольшое количество хитростей, которые я вам расскажу. По секрету. Только вы никому не рассказываете. Хитростей вот. Значит, там 99% мутаций простые. Вот произошла одна замена. И вот эта мутация. Но иногда происходит какой-то ужасный глюк. И в качестве одного события, одним событием, выдается хрен знает что. Вот это несколько таких примеров. Мутации Денова в большом количестве изучают врачи. Приходит человек с мендельской болезнью, или там его приносят. И его секвенируют. И находят в соответствующем гене мутацию, которая вызвала эту болезнь. Если это доминантная болезнь у ребенка здоровых родителей, значит, это мутация Денова. Секвенируют, обычно смотрят, там буквочка заменилась. А иногда смотрят и видят вот такую вот хреновину. Значит, что произошло? У этого больного вот эти четыре буквы выпало. Эти три буквы заменились на эти три буквы. Эта А заменилась на это Т. Это все на хрен выпало. Эти две заменились на эти две. Эта заменилась и эта заменилась. Это вот одно такое было событие. То есть, каким-то образом реплессому переклинило. И она делала черт знает что. А потом, значит, спохватилась и дальше работала снова хорошо. Вот три таких примера. Но здесь проще. Вот это вот проще. Просто четыре буквки подряд. Тут большие буквы трик-зоны, маленькие троны, но это неважно. Вот. Называются они ССММ. ССММ. Closed-laced-multiple-multiple-mutations. Вот. А рассказываю я вот кошмар по той причине, что если увидеть такой полиморфизм в популяции, то, наверное, каждую такую штуку опишут как отдельный полиморфизм. Хотя они все приплыли как результат одного мутационного события. Так что вот такие сложные мутации, это единственный случай, где нету один к одному соответствия между мутациями и полиморфизмами. Обычно соответствия есть. Вот. Чего еще? Да. Вот такие относительно простые ситуации, когда просто несколько замен подряд. Их довольно много. Наши лаборатории, Володя Цеплярский их очень любит и изучает. Примерно 1 и может быть даже 2-3% нуклеотидных замен приплывают не как одиночные события, а как часть вот таких вот сложных событий. Но часто они могут быть на большом расстоянии, до 10 тысяч друг от друга. Все равно вероятность замены настолько мала, что если произошли 2 замены на расстоянии 10 тысяч друг от друга, скорее всего это события связанные. На самом деле части одного какого-то сложного события. Их называют мутационные ливни. Мутационный шаур. Когда не совсем вот так вот они рядом, а вот замена и там через 10 тысяч нуклеотидов еще одна замена. Вот такой ливень из двух мутаций. И почему эти ливни происходят, там сейчас говорятся всякие события, что это связано с Base Excision Repair, там еще чем-то. В общем не будем в эту молекулярную достоевшую наглубляться. Но в первом приближении между полиморфизмами и мутациями есть взаимно однозначное соответствие, но которое нарушается вот в таких вот забавных случаях. А у меня нету соответствующей картинки, но то же самое бывает и на макромутациях. Называют это явление, там ужасно люди любят слова красивые. Называли это хромотрипсис, когда значит хромосомы все рассыгачиваются. Вот рождается ребенок с какой-нибудь глубокой генерализованной патологией. Там умственная отсталость, деформированные черты лица, там в общем множественная, тяжелая, ужасная патология. Значит смотрят на этого ребенка, ну и обычно там находят, либо ничего не находят, либо находят там одну какую-нибудь делецию. А иногда видят, что у него хромосомы первая, четвертая и семнадцатая, все вот так вот нахрен прикорожены. То есть каждая хромосома разбилась там на несколько кусков, и дальше собрались три новых хромосомы из этих перемешанных кусков. Такое иногда тоже бывает. Но вот это вот некий аналог вот такого безобразия. То есть иногда происходят очень сложные мутационные события микро и макро. Но они происходят редко, и ролик в эволюции не очень понятно. Но это такой сейчас список модулей, сейчас этим занимаются, так что я хотел правильно об этом вам рассказать. Так, скорости мутации. Значит, скорость мутации это вероятность какого-нибудь события, но можно мерить по-разному, но правильнее всего мерить на нуклеотид за поколение. Ну, по-всякому, иногда на клеточное деление можно мерить. Иногда меряют на год, хотя это, в общем, неудобно, но поскольку время для секции что-то одинаковое, иногда так делают. А для грибов, я считаю, надо мерить на метр. Вот мицелия растет, и сколько мутаций происходит на каждый метр роста этого мицелия. Кто-нибудь нашел грибы с шизофиломом, там большое дерево, вчера проверили с коллегой, на нем живут грибы с шизофиломом. Свалите это дерево, и каждый возьмите себе по шизофиломом. Вот, хорошо. Только осторожнее, чтобы она на башку не упала никому. Так, да, ну и если у меня в геноме длиной миллиард за поколение возникает тысяча мутаций, там, замен нуклеотидных, значит, я говорю, что у меня одна миллионная на нуклеотидных скорость этих заменов. Ну и скорость мутации, естественно, можно брать общую скорость всех мутаций на нуклеотид, а можно подразделять на компоненты скорость замен, скорость выпадения, вставок и так далее. Вот, это тоже все понятно. Как мерить скорость мутации? Это замечательная наука, я потратил на нее много лет, и все это никому нахрен больше не нужно. Потому что теперь скорость мутации меряется так. Берется мамка, берется папка, берется потомок, и все они тупо секвенируются. Делает это какой-нибудь молекулярный генетик, который муху не умеет отличить от крокодила. Но, значит, а какая ему разница? ДНК одна, что в мухе, что в крокодиле. И это мне ужасно обидно, потому что я много-много провел счастливых часов за бинокуляром, глядя на фенотипы мухи. То есть, тогда смотрели на фенотипы, и потом уже увидевши там, ну, примерно глазные мутации, мы там смотрели на 11 локусов, примерно одна мутация на 50 тысяч возникала. 50 тысяч мух присмотрел, нашел мутанта, и дальше его уже секвенируешь, только этот конкретный локус, которому эта мутация произошла. И это была жуткая работа, душевизделяющая. А сейчас-то никому даром не нужно, потому что секвенирование нового поколения достаточно дешевое, достаточно точное, чтобы находить новые мутации, не глядя на такие фенотипы. Просто вот на человеке сейчас это делают, как с цепи сорвались. Берут мамку, папку, ребенка секвенируют и сравнивают, и вот тебе все мутации. Вот, это, значит, один из многих случаев, когда красивейшая популяционная и эволюционная наука попала под паровоз технологий и оказалась никому не нужной. Но, все-таки, два слова. Можно, как раньше делали, меряю ли скорость мутации сравнивая разные виды, сравнивая с человеком обезьяном. Мы отличаемся от шимпанзе на 1% в нейтральных сайтах, и, соответственно, если считать, что общее число поколений до последнего общего порядка было миллион, значит, 10 минус второй делим на 10 в шестой и получаем 10 минус восьмой. Но тут еще нужно... Ядра на уши. Тут надо внести поправку еще на порядковый полиморфизм. Ну, это не беда. Беда в том, что, во-первых, никто не знает, сколько было поколений. Никто не знает, когда геологически живут этот общий порядок. Одни говорят, 6 миллионов лет назад, другие 9. И какой длины было поколения в годах, тоже никто не знает. А потом еще надо быть крайне аккуратным, чтобы изучать скорость эволюции совсем-совсем нейтральной. Потому что, если мы изучаем скорость эволюции кусочка генома, на который какой-то отбор действует, то мы можем скорость мутации очень сильно занизить. Вот. Но, тем не менее, это такое сравнение было приведено по моей просьбе Марклом Накманом. Это очень такая цитируемая работа 2000 года. Но сейчас все это оказалось никому даром не нужным. Либо, значит, можно было отбирать мутации по фенотипам. Вот. Смотрим, как часто возникает, скажем, нейрофиброматоз, доминантная болезнь, как часто возникают дети с нейрофиброматозом у здоровых родителей. Значит, это частота мутации. 10 минус 4. И примерно 10% этих детей имеют болезнь, потому что у них возникла нонсенс-мутация. Значит, 10 минус 5 частота ДНОВА нонсенс-мутация в локусе нейрофиброматоза. И дальше мы смотрим просто на последовательность этого локуса и видим, что там мишень для нонсенс-мутации тысяча. Это здоровый такой белок. И там есть тысяча сайтов, где могут возникнуть нонсенс-мутации. Значит, ответственно, скорость нонсенс-мутации на сайт мы получаем 10 минус 8. Это я применил такой метод. И мои оценки абсолютно были правильные. Там только с дилециями я ошибся, потому что не очень понимаю, почему. А для разных замен абсолютно правильные у меня были оценки. Но сейчас никого это не волнует, потому что там надо пропорцию решать, вот которую я вам сейчас рассказал. А зачем решать пропорцию, когда можно ее не решать? Можно опять-таки мамку, папку, ребенка рассекомонировать и никаких пропорций не решать. Вот. В общем, появилась возможность напрямую мерить скорость мутации, что чрезвычайно важно и приятно. Так. Технические детали измерения скорости мутации, если вам делать нечего. Собственно, мы это все уже обсудили. Замечательно. Вот. И здесь приведены данные по скоростям мутации. Сухой осадок, что она везде 10 минус 8 на нуклеотид за поколение. У всех многоклеточных тварей, ну, плюс-минус пол-лапты. У человека там константа немножко больше единицы, у мухи, видимо, немножко меньше единицы. Но все, 10 минус 8 на удивление, на удивление константа. Ну вот, нашумевшая работа была два года назад. Тоже это все знали, но знали, так сказать, исходя из косвенных данных, что у человека скорость мутации сильно зависит от возраста папаши. С каждым дополнительным годом возраста папаши новорожденный ребенок получает в среднем две дополнительных данного мутации. А от возраста мамаши не зависит. Понятно почему. Потому что в женском джермлайне у человека все деления клеток заканчиваются, когда девочке сколько лет? Когда она еще имбарен, когда ей там минус 4 месяца. И потом только, значит, в овуляции имеется. А мужики производят сперму всю жизнь. И, соответственно, значит, если ты производишь ребенка, когда тебе 18 лет, то в твоем мужском джермлайне прошло 150 делений. А если ты, когда я производишь, когда тебе 60 лет, то там прошло 600 делений. И, соответственно, количество данного мутаций у ребенка, у которого папаша 60 лет, в два раза больше, чем количество данного мутаций, значит, если папаша 18 лет. Сухой осадок, во-первых, значит, как это, девочки, не выходите замуж за старых идиотов, а мальчика, значит, обнажайтесь пораньше. Но, кроме шуток, я думаю, что очень было бы разумно морозить сперму в молодом возрасте. Все хихикают, потому что в молодом возрасте люди заботятся чем угодно, только не заморозки спермы. А на самом деле хихика тут совершенно не на чем, потому что это очень интересная область. Ну вот если взять детей, произведенных молодыми и старыми папашами, то если там папаша за 50, то IQ ребенка где-то на 4-5 пунктов меньше. То есть там в разных наблюдениях получается по-разному, в разных экспериментах. Но и тут трудно разобраться с этим делом, поскольку есть средовые факторы. Там старый папаша, там у него гены хреновые, зато у него куча бабок. И он там наймет своему уроду кучу репетиторов, и значит он там поступит в МГУ. Но вроде бы есть существенный эффект, просто мутационный эффект одного поколения. Хотя зуб я не дам. И плюс к этому примерно половина случаев уже таких вот, ну не количественных признаков, а половина случаев психических заболеваний, то, что называют neurodevelopmental, аутизма, шизофрения и умственная целостя, спровоцированы до новой мутации. Так что последнее, что вы хотите для вашего ребенка, это чтобы у него были до новой мутации. И поэтому я думаю, что, так сказать, морозность в первом молодом возрасте, это была бы отличная мысль. Но люди тупые, и никто ничего не делает никогда. Вот. Значит, это 10 минус 8, это надо... Итак, мы начали сейчас, сейчас самое время сделать перерыв, да? Давайте сделаем перерыв 5 минут и потом продолжим. Субтитры сделал DimaTorzok